Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Добро пожаловать в канал Настоящая Турция. Меня зовут Алина. Я немножечко приболела, но в Ульке никто не отменял. Идём посидеть в кафе с одной из невесток Османа и с подружками. Она, получается, жена партнёра Османа. Ну, вы уже видели неоднократно. Это хондан, с которым мы ходили. Есть суши. А всегда эта невестка Османа, соответственно. Вот. Так как я немножечко приболела, я вообще особо никуда не хотела идти. Они сказали, мы приедем, только приходи. Ну, в общем, деваться было некуда. Это кафешечка рядышком. Немножечко пройдусь, вижу воздухом и потом обратно домой. Что, я с ней еле встала? Голова болит. Нос бежит. Короче, все прелести жизни. Погода у нас запнять и плакать. Походу будет дождь. Может, из-за этого голова болит. Смотрите, тучи. А тучи, а тучи как люди. Вот. Пойду на остановке, подожду девчонок. Они должны подъехать на маршрутке. Еду с центра. Блин. Купила я вот эти вот себе кроссовки. Это жесть. Они в магазине были такие удобные, такие мягенькие. Не знаю, такое ощущение, что в магазине обувь подменяют. Когда ты в магазине... Ой, боже, какая прелесть. Собачка такая маленькая. Ой. И там две. В общем, в этом случае... И, блин, я ее... Вот в магазине она была суперудобная. Все, шикарно. Только вышла с магазина. Все, уже там давит. Там трех, короче, натерла ноги. Ой, присяду. Нет, пойду на ту лампочку. Вот. В общем, натерла ноги. Это вообще просто жесть. Купила в магазине лекопластырь. Блин, этот лекопластырь нифига не держится. Ой, короче. Забила на лекопластырь. У меня дома эти... Я купила для тейпирования ленту. В общем, использую ее. Ну, лекопластырь, конечно, и потом еще ленту. Чтоб наверняка. Вот. Короче, вот такие у меня дела. Посижу, подожду девчонок. У нас, кстати, какая красота. Вот еще какая-то кафешечка. Надо будет туда сходить. Вот. Вся Турция замерла в ожидании очередных выборов второго тура. Мы все ждем, надеемся. Конечно, не будем говорить, за кого мы. Но мы очень надеемся, что он выиграет. Вот. И у нас все, кто не пошел раньше на выборы, все пойдут. Все очень обеспокоены, связи с ситуацией. Поэтому уже едут из других городов вылезы, чтобы голосовать. В общем, те, кто раньше забил на этот вопрос, решили активно заняться этим вопросом. Да, погода у нас вообще не шепчет. Хочу вам сказать. Смотрите, над печенью какая-то куча. Ух, прям капец. Да, вот это я погоду выбрала. Надо дома сидеть. Ну ладно, прервемся. Было у меня несколько комментариев по поводу того, что... Это в прошлых видео. По поводу того, что женихи в Турции очень много тратятся. Это факт. То, что надо полжизни работать на свадьбу, это тоже факт. Несмотря на то, что наш жених, например, племянник Космана, достаточно зажиточный. У него своя фирма. Он занимается электричеством. В общем, что там с электричеством связано. У него есть магазины. Он в целых домах, в новостройках устанавливает электрику. Ну то есть это нормально. Прибыльное дело. Тем более у нас сейчас строится все со страшной силой. И причем он сам в этом всем разбирается. У него несколько магазинов в Эля-Зы. В Малате есть магазины. Но при этом он уже заранее где-то... Как начал у него более-менее бизнес приносить хорошие деньги. Он с того момента начал покупать золото. Я почему об этом узнала, это мне рассказала одна из невесток. Что он начал покупать золото и своему дяде давал на сохранение. Ну то есть, чтобы его, не дай боже, не потратить. В общем, у дяди спокойнее. У дяди сейф. И так ему было проще. Собирать на свадьбу. Пришли мы в кафе. Кафе называется Муала. Кстати, я уже не ухожу не первый раз. И каждый раз как-то там все не складывается у нас с обслуживанием. Очень мало обслуживающего персонала. В принципе, все красиво, все миленько. Самое главное, что возле дома. И мне очень нравятся вафли. Вафли там безумно вкусные. Очень много поливают шоколадом, фундуком посыпают. Фрукты свежие всегда. В этом плане, конечно, очень вкусно. И здорово. И, как видите, такое интересное оформление. На всех стенах висят известные турецкие песни. Все, вышли мы из кафе. Сейчас пойдем сходим в магазин. Я уже неоднократно говорила, что в Элизе очень много роз. Они цветут везде. Практически в каждом сете есть розы. Как вы думаете, что это? Это магазин цветов. С такими вот плавами красивыми. Турки очень любят магазины. Все для дома, цветы и прочее. И очень красиво украшают. Ну, бывают такие, что вообще просто ничего нет снаружи. Но много-много всего внутри. И в основном это дешевый магазин. А если тогда что-нибудь такое интересное? Хороший магазин с дорогой, хорошей мебелью или декором для дома, то и снаружи тоже красиво украшают. Помните, я вам как-то рассказывала, что в Элизике очень любят розы. Или цветы похожие на розы. Как видите, у нас просто прям клумбы на заборах. Красота ляпота. Очень красиво, но, к сожалению, это только вот в этом комплексе. Вот, очень красиво. Смотрите, как. У меня вообще территория очень красивая, очень ухоженная. Ну, правда, старенький он уже, видите. Забор-то, конечно, уже всё сдался. Но цветы... Красота. Я прям в последних видео очень много цветов. Видите, старые цветы, они всегда намного зеленее, чем новые. Закон подвести. И здесь розы. Видите, в основном делают низенькие-низенькие заборчики из камня. Вот, видите, например, даже здесь и здесь вот. Натягивают сетку, и по этой сетке уже плетутся растения. Ну, в общем, прикольно. Молодцы, турки. Но, конечно, это не везде. Бывают просто стоящие в поле дома. Ну, в большинстве своём вот так вот делают придомовую территорию, ставят в беседки. Наверное, из-за того, что новый дом ещё ничего не поставили. Вот, например, это беседка соседнего дома. И это беседка соседнего дома. А, к сожалению, в доме, в котором мы живём, беседки нет. Но там есть детская площадка, видите? Вот это дом, в котором мы живём издалека. А вот наша детская площадка. Ну, кстати, намного лучше. Потому что в эту беседку, когда там придёшь, не придёшь, а дети на улице постоянно. А здесь, обратите внимание, какое большое количество маков. Смотрите. Прямо такое ощущение, что кто-то специально посеял. Нет, я не знала, конечно, я не создавод-любитель, я не знаю. Возможно, кто-то специально сеял. Но, смотрите. Красота-лапота. У нас сейчас всё расцветает. Всё красивое, всё цветное. Наконец-то. Но это ненадолго. Как только наступит жара, всё сразу завянет. И всё будет жёлтым-жёлтым, сухим-сухим. Я даже, когда вот такая погода, не иду, например, к нам в сад, потому что трава настолько сухая, и можно спокойно себе загнать в ногу какую-нибудь занозу или ещё что-нибудь. Ну, осман ходит, но я не хожу. У меня кожа нежная. Не приспособлена для этого. Сходили мы в кафе. Уже в этот раз мы сплетничали. Ну, как сплетничали, это так громко сказано. Мы больше разговариваем о себе, потому что, например, Хондан работает, у меня канал. Сына как-то не очень любит о других сплетничать. Вот. Мы разговариваем больше о себе. Например, Хондан сейчас учится водить машину. Они купили недавно машину, и она сейчас учится на ней ездить потихоньку. У неё есть права, но она ещё не привыкла. Она рассказывала, как она со своим мужем ездит, где не очень многолюдно. Я рассказала, как мы с османом ездим. Меня осман учит ездить на машине. Сына рассказала, как она раньше училась. Так же о том, что, хотя мужчины говорят, что я тебе буду давать машину, вот мы купим машину за твоё золото, но как бы она будет наша общая. Нифига, что ни в первом, ни в втором случае не работает. Что у Сады собрал муж машину, что у Хондан. Поэтому делаем вывод, должно быть две машины в семье. И никак по-другому. Также мы сходили в торговый центр, особо мы очень не бродили. Зашли в два магазина, больше и не захотели. Я так натерла ноги, у меня просто... Вы бы видели мои ноги все в лекопластыре, я ничего не хочу. Поэтому я уже пришла домой. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Подписывайтесь на мой канал. Видите, вот, кстати, вот так вот детки приезжают со школы. На таком вот автобусе, маленьком автобусе, а маршруточке. Спасибо, что смотрели данное видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Вот, кстати, пару слов о нашей площадке. Видите, ничего особого. Две качели и две горки. Ну, а дети там с ума сходят. И слава богу. Главное, что дома крышу не сносили. Субтитры сделал DimaTorzok